Весенние каникулы, как правило, пик проведения масштабных соревнований для школьников. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Жасыбай приняли участие в областном и республиканском чемпионатах. Вернулись на малую родину юные спортсмены с отличными результатами. Пловцы представляли сборную Павлодарской области на открытом чемпионате Республики Казахстан, который является лицензионным на выполнение нормативов на Олимпийские игры и на чемпионаты мира. Пчелинцева Аделаида побила рекорд на дистанции 50 метров брасом, который держался 10 лет. Также принадлежащий к Лачихе Павлодарской области. Выполнила лицензию на чемпионат мира, которая будет проходить в июле в Корее. Еще наш выпускник, один из Ля Бездольных, выполнил норматив мастера спорта. Немножко не хватило для норматива чемпионата Азии возрастного, буквально 0,02. Так, в целом, выпускники проплыли нормально. Что касается наших учеников, то проплыли более-менее удачно. И на последней стафете 4 по 100 комбинированной. Станислава Тарасова завоялась серебряную медаль в составе сборной области. Станислава занимается плаванием уже 8 лет. Говорит, что рада выбору и надеется добиться еще больших результатов в этом виде спорта. Привели меня в этот спорт мои родители. Благодарна им, потому что плавание для меня – это жизнь. Тренировками я занимаюсь каждый день, кроме воскресенья. Тренировки проходят и на суше, и на воде. Зал вольной борьбы всегда полон. Здесь активно ведутся тренировки для бойцов разных возрастов. Михаил Цыбанев воспитал уже не одно поколение именитых спортсменов. В очередной раз ребята оправдали надежды наставникам. Первый старт у нас прошел – это чемпионат области. Отбор на чемпионат Республики Казахстан по молодежи, который проходил в городе Ускаминогорске. Значит, выступили мы неплохо. С 5-го и 7-го у нас прошел также чемпионат области по вольной борьбе среди младших юношей. Отбор на чемпионат Республики Казахстан, который пройдет 14-го, 21-го, ой, 17-го, 21-го в городе Караганда. Сами ребята довольны своими результатами, однако отмечают, что еще есть над чем работать. У каждого из них свои цели и планы. Возможно, в будущем наши земляки будут выступать на Олимпиаде. Я занимаюсь уже три года. Получается, мне 13 лет, на борьбу пришла в 11, мне предложили ходить. Вот я пришла один день, и мне, получается, понравилась борьба, и я вот так начала ходить. Вместе поехали в Павлодар на соревнования, получается, и взяли все первые места. Ну, ощущения были хорошие, но минус в том, что у меня был один только соперник, которого я выигрывала, и, получается, у нас было первое и второе. Завоевала я первое место в Павлодарской области, второе место на Сенковых. Стремлюсь, сейчас вот будет чемпионат республики, стремлюсь стать чемпионом республики Казахстана. Я занимаюсь борьбой четыре года. Я съездил в Павлодар и занял первое место. Я стремлюсь стать чемпионом Казахстана. Безусловной гордостью тренера уже не первый год является Ефим Труш. В этот раз в финале он уступил противнику и завоевал серебряную медаль в весовой категории 125 килограмм. Парень не расстраивается и, приобретя новый опыт, уже приступил к подготовке на следующие соревнования. Соревнования были в городе Успеногорск. Это он вторым стал. Поражение было одно. Ну, ничего страшного. Будем работать над ошибками и исправляться. Дзюдоисты детской и юношеской спортивной школы Жасыбай тоже тренируются шесть дней в неделю. Основной принцип, как отмечает тренер, укрепление здоровья. В прошлом месяце ездили мы на соревнованиях в Караганду. Первенство Караганды было. По младшим юношам привезли одного чемпиона, Камала Фаленджан. Пока были на выезде, здесь было первенство экипостуза, посвященное ветеранам спорта. Там просто возраст постарше был, другие ребята были. Наша девочка одна заняла третье место, Майтана Ваяна. Теперь вот этот возраст, четвертый, пятый год, через неделю мы едем в город Баладар, чемпионат области, отбор на республику. Вот посмотрим, кто выиграет, тот поедет на чемпионат Казахстана. Алимжану Камалову 12 лет. Уже третий год он с большим интересом занимается дзюдо. Говорит, что успевает совмещать хорошую учебу в школе с тренировками. В планах достичь еще больших высот в спорте. Он также принял участие в соревнованиях в Караганде. Я был очень рад, что занял первое место. Я горжусь собой. Буду еще больше стараться и буду приносить больше медалей. Это еще не все победы детской и юношеской спортивной школы Жасыбай. За каникулярное время смогли отличиться боксеры и акробаты. О своих результатах рассказать не успели. Отправились на очередные сборы. Впереди всех спортсменов ждут еще не одни соревнования, подготовка к которым продолжается.